Всем привет! Сегодня у меня для вас аж 4 новости. Две хороших и две плохих. Хорошая новость перед вами. Это новый C-класс. Плохая новость? Он полностью разряжен. Увы, так получилось, что к тому моменту, когда я запланировал съемку, автомобиль оказался полностью разряжен. Ну да ладно. Из этого вытекает хорошая новость. Значит, это не первый и не последний обзор нового C-класса. Значит, будет еще. Я дождусь, пока появится какой-нибудь другой вариант. В более интересной расцветке, нежели просто белый с черным салоном. Ну и, естественно, полностью заряженный. Ну и из этого вытекает плохая новость для меня. Это означает, что мне придется еще один вечер до глубокой ночи провести в данном шоуруме для съемки очередного автомобиля для вас. Перед нами новый C-класс в кузове W206. В модификации C200 Firmatic. Что это означает? Это означает, что под капотом стоит полуторалитровый четырехцилиндровый двигатель, рядный, мощностью 197 лошадиных сил, оснащенный полным приводом. По цене базовая стоимость 430, представленный автомобиль 4 миллиона 727 тысяч рублей. Все автомобили сейчас производятся, все C-классы производятся в ЮАР. То есть это означает, что в теории они могут быть наборные, и вы можете заказать помимо базового пакета еще какой-то определенный набор опций. Более конкретно можно собрать автомобиль на сайте mercedes-bands.ru в конфигураторе, и уже увидите, какой именно ценник получится за ваш будущий автомобиль. Но, скорее всего, надо будет делать поправку на 2022 год, потому что, очевидно, все немножко вырастет в цене. В любом случае, сегодняшний обзор лично для меня знакомство. Знакомство с этой моделью. Пока я хочу просто понять, что она себе представляет, насколько она понравится мне по отношению к тому, что я изначально видел на картинках в интернете, или, может быть, чем-то меня расстроит. В том будущем, втором обзоре, по возможности, я постараюсь сделать более такую вот очную ставку с трешкой. Конечно, рядом с C-классом я треть серии никак не поставлю, но попробую как-нибудь заочно их между собой сопоставить, сравнить простор, удобство, не знаю, там, материалы, еще какие-то нюансы. Ну, а здесь полностью сконцентрируемся на вот таком первом впечатлении. Все-таки C-класс – это очень знаковая модель, как для Mercedes-Benz в целом, ну, так и с точки зрения рынка. Сегмент таких относительно компактных седанов, более доступных, но при этом все-таки с некоторым флером премиальности, дороговизны, с красивым дизайном, крутой мультимедиа-системой и прочими моментами, он всегда был интересен. И продажи той же самой предыдущей C-шки 205-й, продажи третьей серии говорят, что этот сегмент у нас живой, в отличие от, к примеру, хэтчбеков. А значит, можно будет серьезно уделить этому автомобилю внимание, потому что, я так полагаю, на моем канале очень много потенциальных покупателей, уже владеющих третьей серией BMW, планирующих покупку третьей серии BMW, и вполне вероятно, они будут рассматривать и как альтернативу новую C-класс. А значит, можно будет, насколько это возможно в рамках того, что я продаю автомобили BMW, можно будет постараться как-то максимально объективно посмотреть на этот автомобиль. Начинаем традиционно с экстерьера. Перед нами модификация AMG Line, то есть AMG пакет. Как мне подсказали коллеги с Mercedes, на наш рынок будут привозиться только автомобили в AMG Line, и это вполне себе очевидно, потому что, ну, вы сами прекрасно знаете. И трешка без AMG пакета продается явно не так интересно, как в AMG пакете. Равно то же самое можно и сказать про модели Mercedes-Benz и E-классы, и там любые другие, практически все. Все, что вы здесь видите, оно все практически в AMG пакетах, потому что это самый востребованный вариант, это самый востребованный обвес. Обвес, он смотрится красиво, он смотрится спортивно, он смотрится современно, в отличие от базового авангарда, если не ошибаюсь, обвеса. По этой причине они, видимо, вполне резонно решили, что не нужны нам все эти авангарды, будет только AMG. Собственно, то же самое сделали в BMW с популярными модификациями полноприводных трешек. 320-й бензин полнопривод, 320-й дизель полнопривод, только M-пакет. При том, что в самом начале привезли буквально несколько автомобилей версии Luxury, и они разлетелись. И я не понимаю, почему нельзя было оставить и эту модификацию, потому что определенно спрос мог бы быть. Ну, ладно, решили, M-пакет, значит, M-пакет. Когда новую C-шку только презентовали по картинкам, лично для меня, вот я говорю сейчас чисто за себя, хотя можно при желании у меня в Instagram найти пост с выходом нового C-класса, почитать комментарии подписчиков моих. Кому интересно, Instagram был вначале указан на Saturn.price. Так вот, мое впечатление было такое. Внешность не дотянули. Ну, то есть, очень похоже было на глубокий рестайл, причем такой достаточно спокойный, не агрессивный, нежели на новый козов. Интерьер, да, восторг, отлично, новый S-класс фактически приехал в младшую модель. Сейчас, видя машину живьем, я, конечно, немного мнения свое меняю. То есть, с одной стороны, да, я все равно соглашусь, что дизайн страдает некой, нет, не безликостью, а некой универсальностью. Так вот, просто сходу понять, перед тобой C-шка или S-ка, или, может быть, CLS, они чем-то похожи, или, может быть, CLA, да не так уж и просто. Реально придется ломать голову. Более того, я вам скажу, предыдущий кузов страдал чем-то подобным, 205-й кузов. Потому что я сейчас, пока ехал сюда, уже сколько лет продается предыдущая C-шка, 7 лет, грубо говоря. Сейчас, пока ехал сюда, я еду, смотрю, едет какой-то автомобиль, какой-то Mercedes, седан. Думаю, да это, наверное, E-класс. Подъезжаю поближе, на расстоянии где-то два корпуса. Не, вроде C-класс, какой-то маловато. Смотрю на фонарей, по форме фонарей, да нет, вроде E-класс. Подъезжаю еще ближе, вижу действительно надпись E200. Но при взгляде на автомобиль в профиль, настолько у них похожи вот эти оконные линии, все равно не покидает ощущение, что передо мной C-шка. И здесь та же самая история. То есть, в принципе, если посмотреть на развитие данных брендов и Mercedes, и BMW, и Audi, особенно в 90-е годы, да у них ключевые модели, там, 3-я, 5-я, 7-я серия, C-класс, E-класс, S-класс и A4, A6, A8, они были похожи, отличались глобально только габаритами и какими-то нюансами. Здесь ровно то же самое, C-шка всегда шла по пятам нового S-класса, но только в этом поколении она, наверное, максимально преисполнилась в этом направлении, потому что действительно, ну и экстерьер похож, а уж интерьер так и вовсе как будто под копирку. Что мне нравится? Мне нравится решетка радиатора. С одной стороны, казалось, что она практически-то и не поменялась, но с другой стороны, она распласталась еще шире, линии, грани стали более обтекаемыми, более приятными. Внутри самой решетки добавились, вот эта алмазная, по-моему, решетка или бриллиантовая решетка, она называется, добавились вот эти вот звездочки, в принципе, значки Mercedes просто в масштабированном количестве, и основная линия, проходящая через главную звезду. То есть вот такой стиль, он всегда ассоциировался именно со спортивными моделями Mercedes. А уж угол наклона установки звезды с этой полосой напоминает лично мне заряженные модели типа тех же AMG GT. Прикольно, для младшего C-класса. В носу заглушка, не камера, заглушка под камеру. В целом этим сейчас многие страдают, и BMW не исключение, поэтому ладно, вполне простительно. Датчики парктроников, то же самое и здесь, в нижней секции бамперов. Форма бампера классическая, чистая, обычная AMG пакет. То есть у нас идет такая стиснутая улыбка, по бокам массивная как бы фальш-воздуховода, то есть никаких воздуховодов, кроме каналов оптимизации воздушных потоков колесных арок, вот здесь никаких воздуховодов не представлено. И, конечно же, длинная хромовая полоса по всему нижнему контуру бампера, тоже некий акцент AMG пакетов. То есть если BMW старается в своих M-обвесах убрать максимально хром, оставить черный глянец, вплоть до того, чтобы появилась опция заводской черной решетки, заводского черного выхлопа, там прочих элементов, и даже фары затемненные, то в случае с Мерсом наоборот. Хром, их основная гордость, как мне, по крайней мере, кажется, поэтому здесь обилие хромированных элементов. Бампер очень красивый. Нравится мне и линия капота. Если посмотреть, она слегка не спадает вниз. Нечто похожее мы впервые, ну, на моей памяти, увидели в новой, тогда еще новой, в 2012 году, трешке F30. То есть, помните, нос F30 резко уходит вот так вот вниз. Если представить, что это не Мерседес, а вот именно посмотреть на линию капота, бампера и в целом пропорции до BMW, очень-очень похоже на BMW, и это правильное направление дизайна, как я лично считаю. Мне нравится такая стилистика. В G20, естественно, тоже соблюден похожий, похожая пропорция. Сам по себе капот имеет два красивых таких вот выступающих ребра, которые раньше в большей степени ассоциировались с заряженными AMG моделями, но сейчас это некая общая характеристика. Вот перед нами Ешка стоит, и в модели ЦЛС то же самое наблюдается на капоте. Это красиво. Действительно красивый элемент, который по факту-то под капотом скрывает всего-то полтора литра, но вот так внешне не скажешь. Симпатично. Оптика. Оптика бывает разная, потому что, ну, сейчас, казалось бы, посмотреть на эти фары, красивая линия ходового огня, линзованный крайний блок, рефлекторный, видимо, дальний свет здесь расположен, и надпись LED High Performance. Если кто-то подойдет и прочитает, подумает, что это какие-то крутые топовые фары. Я думаю, что владельцу эту надпись тоже очень сильно льстит, но по факту, как мне сказали ребята, это базовые фары. Ну, то есть LED High Performance, базовые фары. Очень прикольно. Опционально могут быть фары Digital, то есть те самые, которые в теории могут рисовать какие-либо рисунки, направления, там, стрелочки, указатели и прочее, реально проецировать на дорожное полотно, но только работает это во всех странах, насколько я знаю, но только не в России. То есть есть ряд стран, где, видимо, может быть, картография, навигация дает корректную информацию головному свету, может быть, какие-то иные причины присутствуют, и это функционирует как должно. У нас будет работать просто, как обычно, адаптивный свет. Это фары с пометкой Digital. Поясная линия. Красивая, пропадающая в районе передних колесных арок, но далее аккуратная, видите, аккуратное падение тени, то есть не резкий облом тени света, а аккуратная тень спадает через вот эту поясную линию, проходящую над дверными ручками, и далее она вновь пропадает практически у задних фонарей, слегка проявляясь в контуре спойлера. Если посмотреть на крышку багажника, то действительно можно увидеть легкий вот такой вздернутый хвостик, без агрессии, без какого-то показательного спорта, но при этом все равно смотрящийся красиво и аккуратно. Фонари. Фонари раскосые. Как и сказал, это стиль сейчас общий для легковой линейки Mercedes, вот самые младшие до самой топовой модели S-класса. До нее как-то сильно-то и придраться не получится. Они в целом красивые. И внутреннее наполнение тоже, если посмотреть, здесь разного уровня светодиоды, те же самые лепестки похожего дизайна, как и в S-классе. Увы, нет возможности вам показать, поэтому этот вопрос просто нравится вам или нет. Примете вы такой дизайн или нет. Мне кажется, что можно было бы все-таки немножко фарам и фонарям уделить больше внимания, чтобы дифференцировать модели. И, допустим, поколение 204-го C-класса, 212-го E-класса и 221-го S-класса, они были наиболее интересны, потому что у них действительно разный стиль фонарей, особенно фонарей, и разный стиль головной оптики был. Сейчас все пришло как-то к общему знаменателю, и поэтому кому-то понравится, кому-то не понравится. Задний бампер. Имеет вполне себе симпатичный темный диффузор по нижнему контуру с четырьмя вертикальными такими гребнями, которые как бы оптимизируют воздух из-под днища автомобиля, но, конечно, больше нужны здесь для дизайна. И патрубки. Казалось бы, патрубки выхлопной системы с любого ракурса, если посмотреть, они выглядят именно так, благодаря тому, что достаточно глубоко устроены. Но на самом деле здесь заглушка, и здесь тоже заглушка. Фактически выхлоп у нас вот одна труба с левой стороны. С этим будем иметь дело все чаще и чаще, и все больше автопроизводителей приходит именно к тому, что намного легче сделать красивый визуально выхлоп, который будет нравиться покупателям, без заморочек по настоящему механическому выхлопу. То есть в теории это дешевле для автопроизводителя, и чисто теоретически должно быть дешевле для покупателя, потому что чем меньше себестоимость автомобиля, тем он как бы будет доступней. Может быть, на сэкономленные несколько десятков евро или долларов вам в машину добавили какую-то другую, более полезную опцию. А может быть, просто положили в карман. Точно так же. Хромированная полоса поясывает патрубки выхлопной системы, над ними светоотражатели, и по бокам такие вот фальш-каналы, которыми, в принципе, может похвастать сейчас и не только Mercedes, и модели BMW, и многие другие этим балуются, потому что смотрится, опять же, красиво. То есть это те нюансы дизайна, которые позволяют привлечь покупателя в салон, чтобы он купил эту машину. Потому что далеко не всем нужна суперагрессивная динамика, далеко не всем нужна самая точная рулежка, далеко не всем нужна самая богатая комплектация и двигатель. Многим нужен просто красивый кузов. Согласитесь, здесь он есть. И благодаря колесным аркам, и благодаря очень сильным выступающим лезвиям на порогах. Посмотрите, насколько сильно они выступают. Даже в моделях BMW, ну, я не припомню таких порогов, даже в трешке с опциональными перформанс-накладками на пороге, они будут не настолько сильно выступать, как здесь, в этом автомобиле. Весьма удивительно. Но красиво, сложно спорить. Будь они еще и в хроме, как любят делать в некоторых AMG-моделях, тут этого нет, чтобы показать, но я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем речь. Будь они в хроме, еще было бы, наверное, намного более эффектно. Кстати, нюансик по поводу цвета. Вот многие говорят, что белый цвет им не нравится, и среди покупателей в том числе. Но лично я как-то придерживаюсь мнения, что наиболее интересный, позволяющий лучше всего раскрыть фактуру автомобиля цвет, это белый. И в случае с трешкой в М-пакете, и с другими моделями BMW в М-пакете, и в случае с Мерседесами, просто посмотрите, вот С-класс белый, Е-класс белый, но ведь максимально раскрывается именно дизайн модели. Единственное, что Е-шка, видно, что она металлик, она прям сверкает. А С-шка, она хоть и металлик, но у нее оттенок более холодный. То есть два разных оттенка цвета абсолютно по-разному раскрывают грани кузова, и особенно вот эти рельефные выступы на капоте. Здесь они практически теряются. Ну, такой нюансик, скорее просто для галочки. Колеса в AMG стилистике. Стиль, который, возможно, кому-то нравится, но я не могу полностью себя соотнести с этими людьми, потому что, ну, по ощущениям, вот эти вот литые легкосплавные элементы, алюминиевые, они с каждым разом становятся все больше и больше. Посмотрите, сейчас они практически полностью заполняют контур внутренней колеса, раскрывая только вид на тормозные механизмы. Тормоза, ну, так сложно, конечно, определить, но, скорее всего, самое стандартное, зато с перфорацией. Смотрится красиво, и в теории позволяет все-таки отводить пыль, там, прочие продукты жизнедеятельности колодок во время интенсивного торможения, повышая немного эффективность, но, с другой стороны, кто прям очень хорошо разбирается в тормозах, понимая, что наличие перфораций частично уменьшает площадь полезного соприкосновения колодок с диском. С-180 и С-200 вряд ли это сильно волнует, поэтому на этот счет париться не стоит. А вот все-таки наличие, на мой взгляд, обилие вот такого металла на колесных дисках вряд ли делает его легче. И если уж такое большое желание делать, ну, именно такую стилистику колес, можно было бы посмотреть, к примеру, то, что делает сейчас BMW. На моем канале, скорее всего, к моменту выхода ролика с С-классом еще не вышел ролик с четверг гран-купе белого цвета. Но кому интересно, посмотрите, там колесные диски очень красивые, но при этом они как бы составные. То есть у них есть основной литой алюминиевый элемент и дополнительные пластиковые вставки, вот примерно в этих же областях, пластиковые вставки, которые добавляют ему дизайна, но при этом практически не утяжеляют. Это прикольное решение и достаточно, ну, я думаю, что эффективное. Здесь же много металла, поэтому вот вопрос больше вкусовщины. Хотя, честно скажу, вот если так, привыкнуть к тому, что идет такая широкая полка из алюминия, сами диски красивые, звездочки красивые, вот эти контуры, опять же, полированные, выглядят очень симпатично и даже, я бы сказал, элегантно. Размерность здесь 225, 45, 18 и для 18 дюймов, да, в общем-то, неплохо, не так уж и страшно смотрится. Резина проверяем. Run Flat. На всякий случай ищем соответствующую надпись. Да, Run Flat написано. И размерность задних колес 245, 40, 18. Сзади, шире, чем спереди, в принципе, вполне логично для автомобиля с классической компоновкой на заднюю ось, основной привод на заднюю ось и в каком-либо спортивном обвесе. Пожалуй, настало время перейти к интерьеру. И здесь, пожалуй, главный недостаток того, что автомобиль разряжен, это то, что я вам не смогу показать мультимедиа систему, показать приборную панель цифровую и какие-либо красивые светодиодные подсветки. С другой стороны, именно в этом и можно найти ключевое преимущество данного обзора, потому что мы не будем с вами уж слишком уделять этому внимание, слишком за это цепляться, и оно не запудрит нам, можно сказать, восприятие этого автомобиля только лишь красивыми вот такими элементами, органами управления. Обращаем внимание на все. На материалы, на конструкцию сидений, в общем-то, поехали. Раз уж сказал про сидения, с них, собственно, и начнем. Спортивные сидения, с хорошей, не самой навязчивой, но вполне неплохой поддержкой зоны бедер и очень мощной боковой поддержкой. То есть, видно, насколько эти валики прилично выступающие. Я сомневаюсь, что здесь есть какая-либо регулировка, но вот, ввиду того, что мультимедиа у нас неактивна, при всем желании, никак не смогу проверить, есть здесь что-то или нет. В плане самих регулировок есть настройка по высоте, опять же, машина развяжена, не смогу посмотреть, показать. Есть настройка по углу наклона подушки, регулировка наклона спинки, поясничная поддержка настраивается, и что самое интересное, смотрите на рычажок, как бы вам его показать. В общем-то, вот так. Видите, он толкается вперед, то есть, его можно толкнуть вперед, и можно было бы подумать, что эти сидения имеют полный электрегулировки вперед-назад. Но здесь возникает два вопроса. Если они имеют полный электрегулировки, почему эти рычажки находятся не на своем привычном месте? Первый вопрос. Второй вопрос. Если здесь есть электрегулировки, то зачем вот этот рычаг? Ответ кроется в том, что рычаг как раз и нужен для регулировки кресла вперед-назад, а наличие возможности толкать этот джойстик вперед-назад ничего не дает. То есть, это ни на что не влияет, и просто есть и есть. Соответственно, когда у вас полный электропривод и с памятью положений, в этом случае уже добавляются привычные регуляторы на дверной панели, на вот этой красивой глянцевой панели, как у старшей модели S-класса. Мне единственное, было бы интересно посмотреть на то, как они реализованы. Так же сенсорным образом, как в S-классе, или все-таки более эргономично привычными кнопками, толкающимися по-настоящему вперед и назад. По дизайну кресел, по центру идет вставка из алькантары, по бокам просто такой вот обычный курзам. Аналогично по спинке центра алькантара, боковинки курзам и подголовник. На самом деле, очень приятный и по реализации, по ощущениям. Вот здесь сзади, вот тут сзади, давайте покажу сейчас с иного ракурса. Смотрите, вот тут есть такая кнопка. Сам подголовник может регулироваться как по вылету, так и по высоте. И, ну, конечно, полноценно подстроить это кресло у меня возможности не было, потому что оно не регулируется ввиду того, что автомобиль помер, аккумулятор сел. Но, так вот даже прикинув по посадке, мне понравилось. Мне было достаточно удобно и, ну, по первым ощущениям, вопросов к этим креслам лично у меня нет, ну, кроме, пожалуй, материалов. Дверные карты сверху очень приятный, но все же, видимо, кожзам и на ощупь, и на вид, и прострочка аккуратная, серые нитки. Вот, пожалуй, минус только то, что все черное, попался опять черный салон, но будем стараться в будущем найти все-таки какой-нибудь более яркий автомобиль. Центральная вставка кожзам, но уже с такой более явной текстурой, то есть здесь она гладкая, нижняя часть уже позаметнее. Красивая аппликация из черного глянца с алюминиевым контуром, который, собственно, и делает восприятие дверной карты богаче, вот так, смотрите, то есть не было бы этого элемента, двери смотрелись бы, на мой взгляд, очень-очень простенько, даже по-бюджетному, но благодаря этой вставке стало намного интересней. Рычажок открытия дверей, центральный замок, клавиша обогрева, огромная, клавиша обогрева сидений. Ниже динамики аудиосистемы, здесь какая-то, видимо, там плюс-минус стандартная или средняя аудиосистема, потому что пластиковые сеточки, и здесь могли бы быть твиттеры, но я не знаю, видно вам или нет, видите, там, вот там красуется болтик, сейчас вот так подсвечу, может быть, увидите, ну, то есть, никакого динамика там нет, просто, просто сеточки и все. Ну, вот это немножко, конечно, грустно, но да ладно. Подлокотник. Мягкий, правда, достаточно узенький, поэтому, скорее всего, объективно пользоваться будет им не так комфортно. Далее идет такая вот металлизированная вставка, ухватистая ручка, за которую вы, собственно, можете дверь прикрыть, и панель, сенсорная панель регулировки зеркал с четырьмя металлизированными клавишами управления стеклоподъемниками и блокировкой задних стеклоподъемников. В принципе, этот блок вполне неплохо смотрится, хотя, как мне кажется, в предыдущей цешке, ну, выглядела немножко богаче. В целом, дверная ката выглядела богаче. Здесь ситуация может исправить только какой-нибудь цветной вариант салона. Из минусов, очевидных, очень больших минусов, это материал отделки. Просто гулкая, жесткая пластмасса. Чаще всего бывает в относительно доступных сегментах вот такой жесткий пластик внизу, и это вполне привычно, хотя даже в модели GLS был такой пластик жесткий снизу. Но вот, насколько я помню, все предыдущие цешки были с более приятным податливым пластиком по нижнему контуру. Могу, конечно, ошибаться, поправьте меня, но вот мне казалось, что именно так. В трешке тоже используется снизу мягкий пластик, здесь же почему-то решили вот так вот немножко подсэкономить. То же самое касается и внутреннего пластика, и порадоваться можно разве что за большие кармашки и под бутыльники, плюс наличие электропривода крышки багажника. Торпеда. Снизу жесткий пластик, такой же, как и здесь на дверях. Стояночный тормоз, вот он, с электроактуатором, то есть никакого ручника, конечно, здесь и не будет. И круглая крутилка управления светом. Парковочный свет, габариты, авторежим, ближний свет. Сама эта кнопка не нажимается, а вот нижняя позволяет активировать, деактивировать противотуманки. Здесь же видна небольшая линия контурной диодной подсветки, которая, увы, сейчас будет незаметна. То есть, вот такие вот панели у нас интерьерные. Педаль газа и тормоз металлизированы с резиновыми такими точками, для того, чтобы лучше было сцепление с вашей обувью, и газ напольный. Это приятно. Здесь площадка обычная, потому что коврик предусматривает вставку, прикрывающую как раз этот элемент. В BMW коврик так не поднимается, и по этой причине там сделана металлизированная вставка по аналогии с педальным узлом. Рулевая колонка регулируется механически, и торпеда отделана тем же самым корзавом, как и дверные панели. И вот к этому материалу, к верху торпеды, вообще вопросов нет. Красиво, солидно, приятно, очень это все смотрится. Есть опоясывающая линия по всему контуру салона, есть три центральных дефлектора, металлизированные, аккуратные, крутятся, закрываются, открываются, направляются, как угодно. Ну и такие же по бокам расположены. Большой экран цифровой приборной панели, но здесь есть нюансик. Как подсказали коллеги из Mercedes, это цифровая приборная панель опция для нашего рынка, то есть она может быть и проще, и в простых вариантах будет такая вот черная глянцевая рамка, и соответственно экран меньше. Здесь сейчас наклеена пленка, так он конечно вот глянцевый, блестящий, но я просто ее отклеивать не стану. А вот мультимедийный экран, главная фишка этого интерьера, на манер нового S-класса, он будет всегда вот таким огромным, по крайней мере сейчас, на первых парах, потому что для C-шки существует вариант попроще, когда у вас экран меньше, а вот примерно его треть занимают просто классические кнопки для регулировки климатической установки. На наш рынок привезут только топовую мультимедиа, в целом это правильное решение, когда твой интерьер в принципе играет именно благодаря крутой мультимедиа системе. Увы, показать вам я ее не могу, с другой стороны можете смело перейти в любой из моих обзоров нового S-класса и увидите ровно плюс-минус то же самое. Что из себя представляет центральная консоль? Это вытекающий из центрального тоннеля собственно планшет опирающийся на само торпедо и за ним и под ним идут красивые интерьерные планки, причем действительно красивые, единственное что, я не знаю, боюсь, не смогу вам этот момент передать, но если вдруг вы все-таки сможете его разглядеть, объясню в чем суть. Вот эти интерьерные планки, что они из себя представляют? Они из себя представляют такой вот точечный рисунок, чем-то напоминающий карбон, все это покрыто лаком и то же самое касается центрального тоннеля, но есть одна очень большая разница, которую сложно передать сейчас в видеоролике, заключается она в том, что вот этот тоннель и плашка они реализованы по типу как аквапринт, то есть как будто просто рисунок сетчатый, покрытый каким-то лаком, а основные панели они реализованы как более объемный, более рельефный по своей структуре элемент, даже вот здесь в принципе видно, я думаю, что видно прекрасную разницу при падении света, эти планки очень красиво играют и похоже чем-то на карбоновую отделку, потому что там рельефные структуры, покрашенные в серебристый цвет, покрытые лаком, и вот они как раз таки переливаются симпатично, а тоннель выглядит просто как относительно бюджетненький аквапринт, да, такой нюанс есть. Много серебристых кантиков, то же самое касается и здесь, все обрамлено металлом, чтобы скрыть какие-то некоторые нюансы, сопряжение разных материалов, плюс проходит вот такая серебристая вставка между как раз таки интерьерными планками и верхней кожаной вставкой. Визуально очень красиво. В плане материалов жесткая пластмасса. Не знаю, что произошло, но почему-то вот именно по материалам отделки C-шка превратилась в младший А-класс, ЦЛА-класс, Б-класс, ГЛБ-класс. Вот реально, если убрать взгляд с мультимедиа систем и сверху дверей, вот тут, увы, все так немножко упростилось. Спасает ситуацию, как и сказал мультимедийка, спасает ситуацию крутое рулевое колесо. Руль действительно шикарный и удобный, ухватистый, пухленький, где необходимо с перфорацией вот в этих центральных местах сверху чуть он потоньше, хотя все равно пухлый, то есть он не совсем тоненький, а приятный, на ощупь пухленький руль, скошенный по нижнему контуру, с металлизированными, на самом деле просто крашенными центральными вот этими спицами и четыре лепестка мультифункции. Слева управление круиз-контролем, выставляете скорость, лимит, ограничение скорости и так далее. Выше управление мультимедийным экраном комбинации приборов, правее управление основной мультимедиа системой, правее сверху и правее снизу громкость аудиосистемы, ответы на вызовы, голосовые команды, избранные и так далее. Единственный нюансик это пластиковая подушка, все-таки вспоминаем трешку и там натуральная кожа, но объективно простительно. Сам по себе руль красивый, поэтому я лично на этого не обращал внимания, да и форма в целом тоже симпатична в этой подушке. Есть подрулевые лепестки минус и плюс с приятным таким холодненьким металлическим эффектом, да и подрулевые рычажки в целом не выглядят как-то паршиво, вполне красиво устроены, барабан вращается для регулировки интенсивности работы дворников, ну а справа, как вы понимаете, управление коробкой передачи, то есть вот задняя передача, драйв и паркинг, кнопка. Запускается двигатель круглой клавиши с надписью Engine Start-Stop и снизу отключение системы Start-Stop, которая глушит двигатель при остановке, тоже эргономично удобно расположена. Под мультимедиа экраном небольшая полоса, это все одна крупная клавиша, видно нет, как она нажимается. Здесь переключение режима движения, активация парктроников, камер, там ассистентов и так далее, переход к основным настройкам автомобиля, аварийка, причем настоящая, не сенсорная, а именно настоящая клавиша. Сенсор, отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца, чтобы можно было, насколько я понимаю, их завести или там разблокировать автомобиль вот таким вот биометрическим образом. Кнопка включения и выключения мультимедийки, включения и выключения звука, если вдруг не видно было, извините, вот, выключение мультимедийки, звук и регулировка громкости. Также здесь расположено. В целом, все, максимально лаконичный набор кнопок. Шторка. Приятная, подпружиненная шторка прикрывает два подстаканничка, лепестки можно сложить либо открыть обратно, выемку достаточно крупную и площадку беспроводной зарядки для смартфонов. Покажу с этого ракурса. Вот. Площадка довольно глубокая и, судя по всему, должна без проблем уместить там какой-нибудь 12-й, 13-й Pro Max. Сейчас на 11-м проверим, но вроде помещается. Окей. USB Type-C разъем, правда, без обычного USB. Здесь его не наблюдаю. И подлокотник, в котором еще два USB Type-C разъема. Обычного USB в принципе нет. Небольшая ворсовая вставка, правда, здесь слегка сдулась. Подлокотник обычной ширины, то есть он, по моим ощущениям, не уже и не шире, чем в трешке. То есть хватает места и для вашей руки, и для вашего соседа. Аккуратное, красивое зеркало, безрамочное и с отличным обзором через само зеркало. Плафон освещения, вот здесь, да, много глянца, сразу все отпечатки видны, вся пыль, к сожалению, будет копиться и немножко исполнение, конечно, могло быть чуть более таким, солидным, покрепче можно было бы сделать, ну, ладно уж, вряд ли кто-то будет постоянно его дергать. В этом месте может находиться сенсор открытия-закрытия люка, если вдруг он присутствует, конкретно в нашей машине этой опции нет. Стойки отделаны черной тканью, приятно, что не пластик, и даже центральная стойка черная ткань, потолок черная ткань, козырьки солнцезащитные, вот здесь уже пластик, но вполне такой аккуратно реализованный, даже визуально отличить вот этот пластик от ткани, ну, практически невозможно. Естественно, зеркала макияжные, подсветка, потолочные ручки, стойки, нормальные, достаточно компактные стойки, зеркала, хоть и не перенесены на двери, но при этом как-то особо много места они не съедают. Форма зеркал, по ощущениям, чуточку меньше, чем в трешке, но насколько они удобны, надо, конечно, ездить, тестировать, такой возможности у меня, увы, нет. Если вдруг представительство Mercedes все-таки откликнется на мои частые запросы о сотрудничестве, я бы с удовольствием протестировал и объективно рассказал бы об автомобиле, но пока, видимо, не хотят. Окей, по передней части все понятно, я постарался максимально настроить кресло под себя, насколько это возможно при севшем аккумуляторе, поэтому сейчас давайте перейдем к задним местам. Дверь. Ну, открывается на классический стандартный угол, то есть не могу сказать, что сильно широко или наоборот заужено. Что касается самой двери, материал отделки вновь приятный кожзам сверху, опять же, кожзам в центральных элементах и на подлокотниках, и подлокотники даже шире, чем передние. Такая же форма ручки с интегрированным стеклоподъемником, такие же пластиковые динамики аудиосистемы, но здесь уже только средние частотники мидбаса, и там динамик, к счастью, есть. Ручка открытия двери и вновь большая черная глянцевая панель, на которой уже, увы, нет никаких кнопок, ни центрального замка, ничего, но все-таки своим присутствием она делает интерьер визуально приятней. Жесткий, жесткий, жесткий пластик, тоже самый жесткий пластик, удобные, большие кармашки и вновь подбутыльники, довольно крупные, по крайней мере, литровые, а то и может быть полуторалитровая бутылка сюда сможет поместиться. Контруплотнение на двери, контруплотнение по козову. Опять же, все обыденно, нормально. Задний диван по форме, да вроде реализован неплохо, явной, заметной поддержки зоны бедер нет, боковой, но она здесь особо-то и не нужна, а вот спина вроде как поддерживается неплохо, валики посущественнее. То же самое, алькантара в центральных элементах, корзам на подголовнике и все боковые секции. Хоть это и корзам, по крайней мере, могу признать, что выполнен неплохо, скроен неплохо, аккуратно здесь вроде как кантики. Конечно же, есть крепление изофикс. Так, реализованы они в виде вот таких вот резиночек. Все, понял, как это работает. То есть, как они реализованы? Вот здесь крайняя часть у них резиновая. Если вам нужны изофиксы, вы их проталкиваете внутрь вот таким образом. Протолкнули, правда, одно фиксируется, другая не очень фиксируется, но не суть важная. И спокойно защелкиваете кресло. Причем крюки, смотрите, как близко к вам расположены, потому что бывает иногда настолько сильно утопленные, как, к примеру, в семерке BMW, что пользоваться изофиксами просто нереально. Здесь, по крайней мере, продумано неплохо, хотя, конечно, вот проверим с этой стороны. Так, зафиксировалось, зафиксировалось. Ага, и вернулось обратно. Ну, видимо, это чистый конструктив формы металлических панелей. Там, здесь она зацепилась, там она не зацепилась, не суть важная. Думаю, что это не особо критично. Накладки кресел. Вот тут уже поприятнее материал. Собственно, такой, какой должен был бы быть здесь внизу, но, увы, его там нет. Кармашки. Просто гибкая такая вот материя с небольшой пластиковой вставкой для жесткости. И центральный, центральный тоннель с такими вот забавными дефлекторами, как будто бы за мной кто-то следит. С кармашком по центру, без трехзонного климата, увы, потому что вспоминаем ту же третью серию, там есть трехзонный климат уже в базовой комплектации. И еще полочка внизу. И еще один момент, из-за чего я бы, наверное, немножко поднапрягся, отсутствует каких-либо зарядок. Ни USB разъема, ни USB Type-C, ни хотя бы 12-ти вольтовой розетки. Ну вот, увы. Хорошо. Размещаемся. Рост, напоминаю, 175 сантиметров. Сижу сам за собой. Ноги, ну, прям на грани. Еще бы чуть-чуть, и они уже повисли, но в целом вроде как немного упираются на подушку, а вот сама подушка не доходит достаточно прилично. То есть, где-то порядка 6 сантиметров мне не хватает длины подушки. Для ступней по высоте места вполне в целом хватает. Далеко продвинуть не получается, по этой причине вот ноги в таком полуподвешенном состоянии. Перед коленями кулак с вытянутым пальцем в принципе проходит. Подлокотник, как я сказал, да, удобно вот здесь. Прямо широко, места много по локтям. Все отлично, хорошая обзорность. И над головой у меня остается запас где-то сантиметров 4, что в целом я считаю не так уж и плохо для вполне себе компактного все-таки среднего седана. Есть центральный подлокотник, мягкий, здесь все отлично, с интегрированным слотом для какого-нибудь планшета или телефона, вот специальная такая вот вставочка. Если нажимаем на нее еще раз, то выдвигаются подстаканники. К этому элементу у меня лично тоже особо вопросов нет. Вот только центральный тоннель, да, правильно ты сделал, что отвернулся. Так намного приятней. В общем-то вот он весь задний ряд. есть крючок на центральной стойке, возможность регулировки ремня по высоте для водителя и плафон, кстати, красиво выполнен плафон освещения с крючком здесь в задней части. Показать багажнику не смогу. Аккумулятор сел, багажник не отпирается, но хотя бы можем проверить наличие камеры. Камера здесь есть, плюс она прячется за специальным механизмом, поэтому будет всегда чисто, и это, конечно, достаточно приличное преимущество на фоне, к примеру, третьей серии, у которой камера никуда не убирается, а значит, быстро запачкается. Напоследок, заглянем под капот. Рычажок тянется один раз, далее надо нащупать здесь специальную лапку. вот этой лапкой крюк отпирается и на двух газовых упорах капот аккуратно фиксируется. Шумоизоляция капота с теплозащитой, значит, турбина расположена довольно высоко и близко. Вот она, в принципе, здесь видна. То же самое, много щитков для теплозащиты прочих элементов подкапотного пространства. Двигатель расположен продольно, 4 цилиндра, полтора литра, как и сказал, здесь 197 лошадиных сил. Будет интересно в следующем сезоне по возможности замерить ее разгонную динамику, но вот пока поверим на слово. Коробка передач девятиступенчатая, мерседесовская, ну и привод, как и сказал, ключевой на заднюю ось, передняя подключаемая, ну и, естественно, там уже по ситуации она практически всегда у вас активна, кроме, как правило, парковочных скоростей, либо на очень высоких скоростях. Я думаю, что она должна также отключаться, как это сделано, ну, допустим, в BMW. Осматриваем подкапотку. Каких-то явных распорок, усилителей, ну, кроме вот этой металлической вставки. То же самое с этой стороны я не вижу. Что еще интересного можно здесь пронаблюдать? Да практически ничего. Хитрый механизм дворников, да, вот он такой, как бы складной механизм. Омыватели расположены у нас в форсунке раз, два и три в подкапотной части. У трешки, напоминаю, омыватели на самих дворниках, форсунке. Ну, в целом, тут уже вопрос кому как. Это вряд ли будет какой-то ключевой причиной выбрать один из двух автомобилей. А вот традиционный недостаток, который уже не первый раз я ругаю, и вот здесь не совсем понятно, почему на абсолютно новой модели его все-таки не учли никак. Горловина омывайки. Смотрите, во-первых, она относительно-то и небольшая, узенькая, то есть в ширину сантиметра три, в длину сантиметров пять. Во-вторых, она расположена прям спрятанная внутри крыла, утопленная в несколько сантиметров. Здесь у тебя кромка капота, здесь у тебя газовый упор, то есть подобраться к ней очень и очень непросто, и плюс все это со стороны проезжей части, а значит, если вдруг ты где-то на дороге на обочине встал, то это как минимум небезопасное занятие, и лучше выбирать места типа там какого-нибудь АЗС и так далее, где вы будете подальше находиться от автомобилей попутных. Но это ладно, нюансик, не так часто туда приходится заглядывать. По материалам, я думаю, что будет тоже целесообразно посмотреть и проверить автомобиль уже в следующем потенциально будущем ролике, но сейчас можно просто резюмировать из того, что мы с вами пронаблюдали. Из минусов. Начнем, наверное, с минусов, так будет корректнее. Материалы отделки, увы, диктуют нам вот такую пластиково-корзам тематику, потому что жесткий пластик, вплоть до средней линии и даже выше, которого здесь не так много было в предыдущих поколениях, а сейчас вдруг прям стало сильно заметней. Много кожзам материалов, то есть много некого упрощения материалов отделки при вполне приличном ценнике практически под 5 миллионов, конечно, навевает легкую гроздь. Из плюсов то, что все равно автомобиль остается крайне симпатичным внешне, крайне симпатичным внутренне, даже вот относительно такой, не самой яркой версии с черным комбинированным интерьером, все равно выглядит интерьер богато и при выключенной мультимедиа-системе он не теряется. При отсутствующих цветных подсветках салона он в целом тоже смотрится вполне себе приятно и приемлемо, поэтому, когда вы выберете комплектацию побогаче, с каким-нибудь белым, коричневым, иным цветом салона и, естественно, у вас будет активирована мультимедиа-система, приборка, подсветки и так далее, тогда вы получите ту традиционную радость от приобретения автомобиля марки Mercedes-Benz, которую получают, собственно, все покупатели основной линейки, даже младшие, GLB, A-класс, CLA-класс, их же берут по большей части ради красивого мультимедиа-комплекса, экран, приборка, ради цветных, симпатичных подсветок, потому что это все равно добавляет эмоций, чаще всего покупателям нужны эмоции, здесь эти эмоции есть, осталось понять, как машина ведет себя на ходу, лучше она предшественника, хуже, лучше она трешки или хуже, или может такая же, насколько ей хватает этого двигателя, как работает полный привод, хватает ли ей дорожного просвета, который здесь тоже, очевидно, не самый большой, ну то есть уже чисто эксплуатационные нюансы, но главный-то момент заключается в том, что, ну лично мое мнение, как продавца BMW, вот как мне кажется, чтобы купить эту машину, достаточно просто зайти в салон Mercedes-Benz, пройти-пройти буквально 10 метров, увидеть этот автомобиль, влюбиться в его дизайн, сесть внутрь, влюбиться в дизайн интерьера, в мультимедиа, в приборку и так далее и тому подобное, и даже без тест-драйва ты понесешь деньги в кассу, тебе не так будет важно, как эта машина едет, потому что, ну вот так она устроена, так работают в том числе и маркетологи Mercedes-Benz, они могут вам продать автомобиль без тест-драйва, в случае же с BMW ситуация немножко иная, по крайней мере, до недавних пор была иная, чтобы купить BMW, достаточно прокатиться за рулем этого автомобиля, и машина тебя влюбляет, но вот так в статике, по крайней мере, предыдущее поколение, было не так уж и просто зайти и влюбиться и купить, хотя машина была, несомненно, красивая. Тройка G20 сделала в этом плане очень-очень большой шаг вперед, намного лучше, чем было ранее, и можно в целом действительно купить автомобиль без тест-драйва, но вот в случае с C-классом, в случае с Mercedes, все равно, как мне кажется, эта история работает немножко сильнее, поправьте меня, если я ошибаюсь, напишите в комментариях, если вы считаете иначе, но я думаю, что найдутся люди, которые подтвердят тот факт, что можно Mercedes купить просто за его красоту, да, именно так. Новый C-класс, ровно про эту же историю, такой вот получился обзор. Понравился ролик, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, порекомендовать его вашим друзьям, кстати, в будущих роликах про Mercedes вы увидите вполне вероятно этот CLS, возможно, этот GLB, и еще может быть вот тот V-класс, поэтому обязательно подпишитесь на канал, следите за новостями, спасибо всем за просмотр и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok